Всем привет! С вами Серж, Sidesoul Finder. И сегодня, как вы можете видеть, по коробочке у нас в студии элитная серия. И на этот раз кроссовки короля Леброна. Это Lebron 9 Pust. Season Elite. Расцветочку видели? Да. Они приехали к нам на такси. Lebron 9 не просто Lebron 9 Elite, а PS Elite Post Season. Но к обсуждению темы элитных войск. Мы вернемся чуть позже. Сейчас просто просто кроссовки. Просто золотые кроссовки, которые труднодоступны за пределами Северной Америки. Конечно, есть интернет, который границы эти стирает. Но, тем не менее, официально эти кроссовки выпускались в какой-то более ограниченной серии, нежели обычная девятая модель. Поэтому можно сказать, что это такой своего рода эксклюзивчик. В России продавался цвет South Pitch. South Pitch. Или как угодно иначе. Но вот этого цвета турьелу не было. Да как, собственно, и всех других. Потому что их вообще не выпустили. И куча сэмплов появляется в интернете. К сожалению, загубленных на корню. Зарубленных на корню. Итак, модель обязательно надо сравнивать с девятыми Lebron. Сегодня у нас есть только пара айдишных девятых Lebron. Никаких стандартных расцветок не нашлось. Так что, вы уж извините. Итак, мы будем говорить черные-желтые. Видишь, шнурки даже симметрично противоположные. Итак, захлёст на большой палец. Более плотный. Немного выступающий. Они, по сути, как бы различаются. Но он просто всего лишь с рисунком. Значит, материал здесь, это как на гипертанках 2011-х плетение такой пластиковой сеточки. Здесь просто перекрёстная такая сетка. Как такое исхудавшее полотно. Но при этом здесь имеется теперь окошки для вентиляции. То есть, вот эти вот все треугольнички, это окошки для вентиляции. Здесь, естественно, их нет, потому что в таком материале и зырку-то не сделаешь. Он настолько плотный и прочный, что его не прорубить. Здесь нам отчётливо видны нити Flywire. Любопытно, что вот этот идёт к передней части кроссовка. То есть, фиксирует очень широко, с таким вот захлёстым запасом. Натягивает шнуровка. Соответственно, подошва так садится. Здесь боковая часть у нас сделана из карбоновой пластины. Я сейчас даже покажу её всю. Элемент цельный. Карбоновая такая лодочка, которая идёт под подошвой, под стелькой. Огромный элемент. Надеюсь, что он цельный. Я сейчас не набрал вам. Здесь же ничего похожего нет, но есть вот эта карбоновая пластина, которая идёт с внутренней стороны. Ну, соответственно, она идёт вот здесь чашечкой такой-то, как платформа. Здесь, здесь это с таким захлёстом. Очень необычное ощущение от того, что поддавливает на ногу сбоку. Пятки. Кроссовки похожи. Ну, здесь вот на баллоне Air Max краска спекл. Как модно нынче. Баллон Air 180. Вот, кстати, здесь написано «Жамес», а здесь написано «Леброн». Здесь петелька для удобства одевания, а здесь просто полосочка пластика надписью «9». Логотип игрока. На верхней стороне шнурки плотные. Вы видите, что подложка, то есть сапожок и язычок, он немного различается. Сейчас мы к этому перейдём. Хочу вам показать внутреннюю часть. Опять же, здесь у нас материал синтетическое плетение. Здесь ничего похожего. Материал гиперфьюз. Часть вот этой лодочки карбоновой. Здесь она захлёст идёт намного выше, она лучше поджимает ногу. И там, и там баллон Zoom. Но здесь белая часть из пены сделана. Здесь же её нет. Это цельная подошва летая. То есть вот эта белая часть, эта пена, которая на данной модели идёт, идёт только с внешней стороны и заканчивается здесь. А здесь она идёт по всему периметру и создаёт как бы небольшую прослойку такую. Прослойку для амортизации она сгодится, для чувствительности может сгодиться. Рисунок подошвы немного различается, но не принципиально. Здесь мы видим баллон Zoom в передней части. Мы знаем, что он и здесь есть, но здесь он виден. Изгибы похожи. Здесь чуть дальше заходит. Соответственно, здесь чуть больше площадь протектора. Вот так выглядят рисунки, рельефы и так далее. В общем-то, по визуальному, то есть мы посмотрели просто экстерьер. Но для того, чтобы понять, что внутри, что это я убрал, у нас же коробка не открывается, а разъезжается, мы достаём второй кроссовок предварительно расшнированный. И покажем вам всё в другом свете. Здесь внутренний сапожок, а также язычок является неким продолжением. Так вот, кстати, низкие должны выглядеть PS Elite. Просто низкие. Возьми, отрежь и ходи по улице. А здесь это язычок и внутренние стенки боковые. Они намного плотнее, они очень жёсткие. Здесь же это просто такие лопушки. Фьюз сверху, плюс изнутри. Здесь металлическая сетка, металлическая сетка. Прозрачная, довольно плотная. В таких штуках можно заваривать чай. Ну, вы сами знаете. Внутренний сапожок, он идёт как лодочка. Лодочка по всей длине. Чехол такой, чпок, садится на ногу. Ощущения от них немного другие. Сами Lebron 9 они намного жёстче, но при этом лучше фиксируются. Элиты. Ну, так как элиты... У меня, кстати, не было возможности взвесить 10 размер, потому что это 10,5. Поэтому я не могу сказать, какая разница у них в весе. Но даже вот так вот я чисто беру в руку, могу лишь предположить, что эти легче. Но это будет лишь предположение. У кого есть 10 размер, поставьте на весы, скажите. Мы будем просто знать. И что я взял этот кроссовок в руку, опять я не знаю. Потому что есть ещё один важный, любопытный момент, который хотел показать. Элитная серия, стелька. Несчадно вырываю стельку и вижу, что она с протекторами, как на детских колготках. Такая же, как на Коби 7 Элит. Элит серии с какой стороны пишется? А, вот так. Всё, всё верно. И здесь какой-то уплотнённый материал в области пятки. Дополнительно он, наверное, должен помогать фиксировать и, возможно, амортизировать. Не знаю. Но это вот элит. Так выглядит элитная обувь. Итак, последнее. Возможно, самое главное из того, что я хотел сказать сегодня. Элитная серия появилась на Гиперданках, Коби и Лебронах. В следующем году... Кстати, в этом году, возможно, будет первый анонс. Возможно. Пока не буду ничего вам обещать. Но в следующем году нас ждут Гиперданк Лунар 2012 Элит. Также нас ждут Дюрант Элит, который в этом году забанили. Ну, в смысле, не четвёртые нас ждут, а пятые будут ждать. И будут они в России. Дюрант Элит. Но это ещё не самое интересное. Ожидаются Леброны Десятые. Тоже ПС, тоже Элит. Я не представляю, сколько они могут стоить. Ну, вы понимаете, по какой причине я не представляю. Потому что сейчас они и так золотые. Но они будут продаваться в России. И цена на них будет. Кто угадает? Ждём ваших комментариев. Это больше, чем вы можете себе навскидку представить. Откомментируйте на сайте. И правильно угадавший будет признан просто магистром чародейства. Поэтому мы расскажем об этом на сайте SoulFinder. А с вами был Серж. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!